На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. При этом определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. И теперь внимательнее посмотрим на карту и начнем с северского и слабожанского направлений. Там противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории Российской Федерации. Наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов. Среди них Винтоновка, Середина Будда, Прогресс, Рожковичи, Дружба, Барановка, это Сумская область, Ветеринарная, Волчанск, Бударки, Стройвка, Харьковская область. Далее Купинское направление. Здесь враг ввел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, где наши воины отбили шесть атак. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово, это все Харьковская область. Далее Лиманское направление. Наши защитники отбили две атаки противника в районе Белогоровки, это Луганская область, оккупанты нанесли авиационные удары в районах Серебрянского лесничества и Екатериновки Донецкой области. Также от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов. Среди них Невская, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Торское, Спирное Донецкой области. Далее мы переносимся на многострадальное Бахмутское направление. Здесь захватчики семь раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение у Клещеевки и Андреевки Донецкой области. В то же время противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности Марково, Часовьяр, Ивановская, Белая гора и Нью-Йорк Донецкой области. Далее не менее горячая точка – это Авдеевское направление. Враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка, Первомайское – это все Донецкая область. Силы обороны отбили 20 атак. Также противник нанес авиационный удар неподалеку Бердичев, это Донецкая область. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Авдеевка, Первомаевское, Донецкой области. Далее Маринское направление. Здесь враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Маринки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отбили 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более десяти населенных пунктов Донецкой области. В частности Красногоровка, Маринка, Победа и Новомихайловка. На шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности Угледар, Золотая Нива, Богоявленка, Благодатное, Урожайное. Это все Донецкая область. Далее Запорожское направление. Здесь противник нанес авиационный удар возле Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более двадцати населенных пунктов, в частности Левадное, Гуляйполе, Чаривное, Щербаки, Пятихатки. Это все Запорожская область. Далее Херсонское направление. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов. Новый республиканец, Красный Маяк, Тегинка, Ивановка, Токаревка, Никольская, Херсонская области. Также артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Михайловка, Качкаровка, Веселая, Тегинка, Херсон, Ромашково, Херсонской области и Солончаки Николаевской области. И тут важно отметить, что в то же время силы обороны продолжают ведение наступательных операций на Мелитопольском направлении, наступательные штурмовые действия также на Бахмутском направлении, при этом нанося врагу колоссальные потери в живой силе техники и истощают врага по всей линии фронта.